Большое волнующее событие произошло в жизни молодых фокинсов. Ребята получили свой первый документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина России. Торжественность с момента с подростками разделили официальные лица – представители отделения Федеральной миграционной службы, Управление образования, родители. На мероприятие побывала и наша съемочная группа. В нашей стране самый главный документ, удостоверяющий личность – это паспорт. Раньше его выдавали в 16 лет, теперь в 14. Церемония вручения паспортов состоялась в городской администрации. Организаторы этого мероприятия считают, что такое событие должно запомниться подросткам надолго. С этой целью его и проводят именно так, торжественно. Перед ребятами с напустенными словами выступил Александр Штобе, заместитель главы администрации и руководитель аппарата. Он отметил, что стать обладателем паспорта не только приятно, но и почетно. Богата история России. Принадлежность к ней – это гордость. Мы сейчас делаем все, чтобы человек, получая паспорт, им гордился. Следующий этап, скажем так, это ваша работа. Для того, чтобы после вас, когда будут получать младшие поколения, дети и внуки, чтобы они тоже гордились этим паспортом, принадлежностью к России. Вы сейчас, конечно, граждане России, но вручение паспорта говорит о том, что Россия уже возлагает на вас не только надежды, она возлагает на вас и ответственность за ее будущее, за будущее ее поколений. Учитывая значимость и важность подобных патриотических мероприятий, их проведение уже стало доброй традицией в нашем городе. Ведь такие торжественные церемонии формируют у подростков чувство гражданской ответственности, патриотизма и гордости за свою страну. В своем выступлении Светлана Гончарук начальник отдела паспортно-визовой службы по городу Хокина отметила, что вручение паспорта – это большое событие в жизни молодых людей, знаменующее новый этап в их жизни. Ведь с получением этого документа они становятся полноправными гражданами Российской Федерации. Также она рассказала о порядке обмена паспорта и выразила надежду, что ребята бережно и уважительно отнесутся к своему первому взрослому документу. Я вас поздравляю, желаю вам удачи, успехов, благополучия в учебе, в дальнейшей жизни. Паспорт вам нужен будет на протяжении всей вашей жизни, начиная от 14-летнего возраста и до пенсионного возраста. В связи с этим паспорт вы должны беречь свой, хранить, оберегать. В связи с этим наступают не только уже ваши полномочия как гражданина Российской Федерации, но еще и ответственность. Ответственность у нас очень много в стране, различные. Про плохое говорить не буду, буду говорить только про хорошее. Так что я вас всех поздравляю, желаю всех вам благ. После всех сказанных на пустынных слов подросткам начали вручать паспорта. Мальчишки и девчонки еще не уверенно ставили свою подпись в документе. После торжественной церемонии ребятам еще раз напомнили о том, что с этого момента они всем своим поступкам обязаны придавать большое значение, нежели ранее. Сейчас, став обладателями такого важного документа, ребята должны серьезно задуматься над тем, что у них теперь есть не только права гражданина, но и обязанности, которые нужно неукоснительно соблюдать. Волнение. Волнение, да. Рука дрожит, когда пишешь. Ну и радость в какой-то степени. Теперь мы полноправные граждане нашей страны, города ПОФИ. Скорее всего, радость и гордость за то, что теперь я стала гражданином Российской Федерации. Анастасия, скажи, какие у тебя еще чувства? Я очень рада, что наконец-то получила паспорт и являюсь гражданкой Российской Федерации.